В Благовещенске задержали уроженок Ставропольского края и Волгоградской области 1974 и 1982 годов рождения соответственно. Женщин подозревают в серии краж денег у пожилых амурчан. Установлено, что злоумышленницы заходили в подъезды домов и стучались в двери квартир. Если им открывали пожилые люди, представлялись с медиками и просили предоставить документы. Завоевав доверие, расспрашивали от членов семьи. Так, одна из потерпевших призналась, что рассказала лжеврачам о том, что ее мать страдает частичной потерей памяти и постоянно забывает, куда прячет свои накопления. Действовали соучастницы по отработанной схеме. Пока одна отвлекала разговорами, вторая совершала кражи. Установлена причастность задержанных к семи преступлениям. Пострадали от действий мошенниц амурчане в возрасте от 80 до 90 лет, а общий ущерб превысил 550 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Часть денег полицейские изъяли, они будут возвращены потерпевшим. Почти 100 человек эвакуировались сами, около полусотни вывели огнеборцы. 31 января в Благовещенске в общежитии Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства произошел пожар. Горели вещи и мебель в одной из комнат на четвертом этаже. По повышенному рангу сложности к месту были направлены формирования пожарно-спасательного гарнизона областной столицы. Открытое горение на 10 квадратных метрах было ликвидировано в считанные минуты. В тушении было задействовано 25 человек и 7 единиц техники. Пострадал молодой человек 2005 года рождения. Прибывшие врачи оказали помощь пострадавшему, получившему ожоги нижних конечностей. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. В Амурской области идет активная цифровизация системы здравоохранения. Почти полсотни поликлиник и больниц подключены к единой государственной информационной платформе. Она представляет собой базу данных, которая состоит из многочисленных блоков. Узнать ту или иную информацию о пациенте медики могут по защищенным каналам. Обучение работы с цифровой сеткой прошли более полутора тысяч сотрудников сферы здравоохранения. Внедряемые решения позволяют гражданам записаться на прием к врачу и вакцинацию на портале госуслуг и регистратура 28 РФ, а также получить информацию об оказанных медуслугах и лабораторных исследованиях. Почти 200 кормушек для птиц, скворечников и домиков для белок смастерили ученики 15 школ Благовещенска. Они стали участниками конкурса «Уютная зима», который проводил волонтерский корпус Академия добра в Дальневосточном аграрном университете. Победителей наградили 28 января. Собраны основные, скажем так, животные, растения и древесина в целом, которая показывала природу нашего Амурского региона, Амурской области, в том числе и современное ведение или веяние природы, которое мы, как экологи, должны внедрять в свою жизнь. Перед награждением старший преподаватель кафедры биологии и охотоведения Роман Чикачев провел для ребят экскурсию по музею природы. Школьники узнали, какие деревья растут в Амурской области, какие звери водятся в лесах региона, как можно рационально использовать природные ресурсы и многое другое. Авторы лучших кормушек получили призы от университета, фонда «Талантливая молодежь» регионального министерства природных ресурсов. За победу в номинации «Самая экологичная кормушка». Приглашаем для награждения Бондаренко Федора. Победителями конкурса «Уютная зима» стали 25 школьников в четырех номинациях. Лучших выбрали в таких направлениях, как птичье кафе, практичное творение, уютный дом, приз зрительских симпатий. Подробнее об этом и многом другом корреспонденты Амурского областного телевидения расскажут в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00.